Доброе утро, Денис! Доброе утро! Итак, 28 апреля, Золотые ворот в Сибири, танго-эн-виво. Как... Выговорил. Ой, как? Я никогда бы не станцевал. Какое к этому всему имеешь отношение ты? На самом деле мы являемся организатором этого события, прекрасное, уникальное для Тюмени мероприятие, которое соберет, я надеюсь, что большую часть любителей аргентинского танго в Тюмени, и, конечно же, великолепный оркестр, который уже завоевал любовь в публике не только в России, но и во всем мире. Еще выступал в государственном Кремлевском дворце, в разных странах, на различных мелонгах. И мы, конечно, гордимся этим событием, потому что я пришел лично пригласить всех жителей Тюмени, чтобы... И нас тоже! ...в вас, естественно, как и без вас. Но это прекрасная, удивительная, красивая события. Зинец, скажи, пожалуйста, вот регионы, они же всегда тянутся к столичным тенденциям. Ты живешь в Москве. И вот скажи, пожалуйста, что есть в столице, ну, в плане развития танцев, чего пока в Тюмени у нас, к сожалению, нет? Ну, пока. Как-то вы меня уже быстро к москвичу приписали. На самом деле там всего... А вы тюменец? ...год. Нет, я первоначально из Екатеринбурга, но не важно. Наш, урали! Но что я чувствую, на самом деле... Вы знаете, активность со стороны мужского пола. В Москве больше мужчины увлекаются танцами? Не больше, но их больше там, в принципе, которые танцуют, которые не стесняются приходить в танцевальные клубы, учиться, им листать где-то. Это пока что... К сожалению, так. И на самом деле, я думаю, что и в Москве далеко пока до Европы в этом плане, потому что в Европе чуть ли не каждый второй человек танцует. Вообще, в принципе, не важно, какого пола. Поэтому мне, конечно, и моя такая есть цель в жизни, чтобы регионы, наши клубы в Екатеринбурге, в Питере, в Тюмени, соответственно, вселяли или там влюбляли в себя, что ли, влюбляли в танец больше мужчин в том числе. Про гендерное понятно. Если мы говорим про возраст и относительно нашего города, он с годами меняется? Если да, то в какую сторону? Вы знаете, на мой взгляд, нет, потому что тенденция такова в последнее время, что, в принципе, людей стало больше желающих научиться танцевать, что меня очень радует. В принципе, совершенно не важно, в каком возрасте люди приходят, хотят танцевать, хотят узнавать что-то новое. Не важно, какие танцы. Вот аргентинская танго – это такой хороший пример, потому что это совсем пик. Но очень много людей, которые хотят научиться танцевать сальсу, чачачалать, на американские танцы. Зумба мы тоже, в принципе, относим к танцевальному виду, поэтому совершенно не важно, честно вам отвечу. То есть спрос большой, и сейчас, в последнее время, он становится все больше, и это классно. Давайте поговорим о мероприятии. 28 апреля состоится вот эта аргентинская танго. Поподробнее, что там будет, какие там действия? В рамках этого концерта, это вообще, в принципе, первоначально это концерт, на котором будет играть этот великолепный оркестр танго «Энвиво», как сказал Андрей. Правильно сказал Андрей. Ребята, которые собирали стадионы, как я уже сказал, в Европе, в Аргентине, в Корее, в Китае и так далее. И вот они приедут к нам со своей программой, исполняют два отделения прекрасной классической музыки аргентинского танго. И что еще очень важно, на самом деле, мне кажется, и для гостей этого события, что сопровождать этот оркестр будут великолепные танцоры. Это не просто танцоры, которые учились когда-то танцевать аргентинское танго, а настоящие чемпионы. Чемпионы Европы, чемпионы России, финалисты чемпионата России, которые будут выступать на сцене в то время, как оркестр, собственно, будет исполнять свои композиции. Денис. После концерта будет милонга, вечеринка аргентинского танца, где появится возможность танцевать у каждого гостя, насколько я знаю. Да, Витя? Абсолютно. Вот, мы-то с Таней тоже собираемся, а значит, нам бы сейчас не помешал небольшой мастер-класс. У тебя, Денис, если есть такая возможность, покажи нам хотя бы одно движение. Легко, прямо сейчас. Пошли. Может возникнуть у вас вопрос? Андрей, а ты куда? Андрей, ты зачем? Да, ты третий личный. Подождите, у меня есть из кого выбирать. Девчата! Так, так, так. Кого выбираешь? Самый высоко прыгающий. Вот, так, пойдем. Отлично. Девчата, спасибо большое. На каждую из вас найдется свой Денис. Так, как я люблю говорить, так. Что ж, сделаем очень простое движение, легкое, элементарное, но безумно красивое. Встаем в пару. Очень важно, как мы держим партнершу. Да, очень нежно, невесомо. Так, так, так. Сильно, приятно, хорошо, чувственно. Итак, делаем один шаг назад партнер с правой ноги. Дама делает шаг с левой вперед, соответственно, раз. И теперь очень красивое движение правой ногой партнерши ведет по ноге партнера высоко, насколько это возможно. Стоп! Только внутри колена. Наверх, 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 наверх. Опускаем вниз и делает шаг. Вот так вот, давай взглянем так, потому что немножко не видно. Денис, покажи, пожалуйста, еще раз. Тебе вот это и финаловало. Так, вот после того, как партнерш провела по ноге правой, правой, так, чтобы прям по ноге. Ага. Прям по ноге. Так. Прям по ноге. Разведусь, Таня, медленный. Медленно наверх, медленно опускаем вниз, делаем шаг вперед. Так. И подставка. Раз. Вот такой вот. Ну, как у вас получается, у меня все отлично. Слушай, насколько же мы завтра открываем свою танцевальную школу? Так, дальше. Денис, какие упражнения? Теперь только мы делаем, посмотрите, с самого начала. Шаг вперед с левой ноги. Да. Шаг в сторону. Угу. Еще один шаг вперед. И вот теперь будет это самое движение, чтобы у нас была небольшая связка. Шаг вперед и подставка. О, целый комплекс. Ой, здорово. Который вот теперь точно можете открывать. Очень такой сексуальный танец. Вот это уже... Спасибо огромное. Ну что, твоя душенька довольна? Да, мне понравилось. Пойдемте. Слушайте, вот сколько раз я говорила о том, что танго, вы знаете, это прям танец страсти. Ну что, Денис, спасибо тебе огромное за этот небольшой, но содержательный мастер-класс. Ой, было здорово. Друзья, мы хотим вам напомнить еще раз 28 апреля, в эту субботу, Золотые ворота Сибири. Приходите, смотрите на красоту танца и становитесь частью происходящего.